Леонид Белунов, известный московский криминальный авторитет, сегодня живет безбедной жизнью в гостеприимной Франции. Несколько лет назад он издал книгу-биографию, в которой описал свою жизнь, поделив ее условно на три периода. Это сегодня он меценат и любитель искусства, почитаемый гражданин Франции. А ведь когда-то Белунов был явным преступником, стоявшим у истоков разграбления России. И имя этому преступнику Леонид Макинтош. Факт номер один. Леонид Белунов родился 5 мая 1949 года в Киевской области, в никому неизвестном провинциальном городке Белая Церковь. Отец погиб в концлагере в годы войны. Мать работала кондуктором. Воспитывала одна-двоих детей. Семья жила очень бедно. Факт номер два. В подростковом возрасте Леонид отправился в Вальовский специнтернат для подготовки спортсменов. В то время он подавал очень большие надежды в области легкой атлетики. По окончанию учебы Леонид, равно как и все учащиеся спецшколы, должен был отправиться работать в КВБ. Факт номер три. По воле случая юный Белунов познакомился с шайкой бравых пацанов, которые планировали ограбление. Цель – проходящий мимо городка поезд. В одном из вагонов перевозили пальто. Он, не раздумывая, примкнул к злоумышленникам, поскольку они пообещали ему поездку на море. Со своей ролью он справился блестяще. Помогли накопленные за годы обучения знания. Шайку впоследствии схватили. Главарь банды выдал Белунова. В пятнадцать лет Леонид отправился на два года по статье «Грабеж». Сидел в колонии для несовершеннолетних преступников. Факт номер четыре. В первый год от ситки Леонид получил кличку Макинтош. После освобождения долго на свободе не ходил. Снова шесть лет, но уже за изнасилование. Второй срок отправился коротать в колонию города Прилуки Черниговской области. Там он оказался причастным к убийству великовозрастного зэка по кличке Бес. Урка измывался над молодыми арестантами, за что был наказан Макинтошем несколькими ударами клещи из печи. К сроку было прибавлено шесть лет, но отсидел он только четыре. Факт номер пять. В восемнадцать лет Макинтоша перевели в Дрогопыч. Там он проявил свой злостный характер и непримиримость к тюремному режиму. Белунов постоянно нарушал режим, не сотрудничал с администрацией и не выходил на работу. К тому же, слыл провокатором драк между тюремщиками. Участвовал в тюремных протестах и саботажах. Справиться с неадекватным Белуновым администрация не могла. Его отправляли на принудительное лечение в Днепропетровскую психиатрическую больницу МВД. Макинтош был завсегдатаем штрафного изолятора. Факт номер шесть. Зэки считали Макинтош авторитетом. За всю жизнь Леонид Белунов был осужден шесть раз. В числе преступлений грабеж, разбой, изнасилование, вымогательство, мошенничество. Но сколько точных преступлений на Макинтоше, не знает никто. Известно, что он причастен, по крайней мере, к двадцати убийствам, которые раскрыть следствие не смогло. В тюрьме Белунов провел пятнадцать лет. Факт номер семь. В начале девяностых Леонид Макинтош со своими бандитами крышевал банк столичный. Кроме того, под ним ходило несколько десятков мелких бизнесменов, которые ежемесячно отдавали часть прибыли ОПГ Макинтоше. Белунов к тому времени стал знаменитым московским законником, держателем общака. Помимо вымогательства, Леонид Федорович занимался спекуляцией, торговал сертификатами магазина «Березка». По этим сертификатам люди могли покупать остродефицитные товары. Факт номер девять. Леонид Макинтош – профессиональный картежник. На игре в карты он удвоил свое баснословное состояние, полученное путем спекуляции с валютными сертификатами. Факт номер десять. В начале девяностых партнером Макинтоша стал банкир-директор столичного банка сбережений Александр Смоленский. Банкир привлек деньги авторитета в свой бизнес. Смоленский требовал, чтобы Белунов заметал следы его черных дел с фальшивыми авиза, махинациями с документами и налогами. В итоге Смоленский и Белунов не смогли поделить прибыль. Первый с помощью московского рубопа решил избавиться от второго. Однажды наемники вели перекрестный огонь с Леней в течение четырех часов. На Макинтоше было организовано три покушения, но он вышел. Леню Макинтош решил не убивать Смоленского, даже несмотря на то, что тот в открытую пытался ликвидировать его. Факт номер одиннадцать. Жертвами Леонида Белунова становились не только бизнесмены и политики, но и воры в законе, а также криминальные авторитеты, которые были против Леонида Белунова. Факт номер двенадцать. В середине девяностых криминальный авторитет решил уехать из России. Он немного жил в Австрии, Кипре и Венгрии. В результате обманным путем получил гражданство во Франции. Факт номер тринадцать. Белунова обвиняли в организации заговора против Бориса Николаевича Ельцина, президента Российской Федерации. По данным правоохранителей, во время визита российского президента во Францию на него должно было произойти покушение. Макинтош избежал ареста. Как так на время спрятался в Израиле. Факт номер четырнадцать. В тысяча девятьсот девяносто пятом году французский суд приговорил Белунова к пяти годам условного заключения и небольшому штрафу за незаконное хранение и торговлю оружием, а также наркотиками. Факт номер пятнадцать. Избавиться от претензий французской полиции Макинтошу помог в судьбоносный случай. В тысяча девятьсот девяносто седьмом году в Махачкале чеченские террористы взяли в плен граждан Франции. Французская контрразведка попросила помощи русского криминального авторитета, чтобы он помог вызволить пленников. Белунов задействовал все свои связи, поскольку с ним сидел чеченский авторитет. Он произнес следующую фразу. «Если они умерли, эти французы, я найду святую воду, которая их оживит». Через несколько дней этих людей уже встречали в аэропорту Парижа. За этот поступок Белунову вручили настоящий паспорт гражданина Франции, а после чего сняли все обвинения. Факт номер шестнадцать. В конце двухтысячных годов в городе Парижа состоялась сходка. Макинтош и олигарх Михаила Живила решили назначить главой Кемеровской области одного из своих близких соратников. А известного Амана Тулеева просто-напросто убрать. План так и не был осуществлен, а вот Живила долгое время находился в розыске Интерпола и ЦРУ. Факт номер сеннадцать. Ворма Кинтош сегодня живет в Париже. Много времени проводит на Лазурном берегу, катается на яхтах, играет в теннис. В общем, одним словом, ведет беспечную жизнь. В Каннах у него есть шикарнейший особняк с видом на море. В свободное время Белунов также не прочь пробежаться по улице. Факт номер восемнадцать. Во Франции у Белунова другое амплуа. Для европейцев Леонид Белунов – успешный бизнесмен, руководитель консалтинговой фирмы, ведущий различные операции в банковской сфере. А еще член благотворительного фонда, коллекционер произведений искусства и писатель, написал роман-хронику «Три жизни». По некоторым сведениям, Леонид Макинтош заведует общаком русской мафии в Западной Европе. Кроме этого, активно помогает русской православной церкви с целью распространения, в том числе и во Франции. Бонусом можно выделить самые крутые слухи о жизни криминального авторитета Леони Макинтоша. Как-то на зоне он собственными руками убил одного здоровенного зэка, зажав его голову в щипцы. Известно было, что этот зэк активно насиловал малолетних арестантов и помогал администрации. В свое время он сел за то, что с одного удара убил своего соседа. Во время очередных разборок Леонид Белунов едва не лишился дочери. Братва положила в кроватку, где лежала девочка, гранату, которая по стечению обстоятельств не взорвалась. Известное в свое время вор Ваня Люберецкий решил подловить Макинтоша в подъезд его дома. Завязалась драка. В результате Ваня сам же и нарвался на заточку. Однажды 18 сотрудников РУБОПа штурмовали квартиру Макинтоша в центре Москвы. Леня отстреливался из забронированной двери чуть ли не 4 часа. А вот выдержка из интервью с Леонидом Белуновым. Может быть книга это разборки с вашими недругами, ведь в интернете вас называют крестным отцом русской мафии в Европе. Чего там только про меня не пишут в этом интернете. 100 человек убил, 20 съел заживо. Все дело в экономическом вопросе. Кое-кому надо было со мной разобраться, ведь я же владею просто несметными активами. Определенные силы распускали слухи, чтобы добиться моей экстрадиции в Россию и там уже избавиться от меня, привлекая к уголовной ответственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова